Если вы нуждаетесь в совете и духовной поддержке, задайте свой вопрос про Таирею Сергию Белькову. Что посоветуете, батюшка? Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Опять мы с вами встречаемся в Александровской лавре, чтобы послушать ваши ответы на вопросы, которые присылают телезрители. И я очень надеюсь, что наша программа стала для кого-то определенной отдушиной, где можно высказать свои сомнения и спросить духовного совета. Вот один из телезрителей интересуется следующим вопросом. Могу ли я считать себя верующим православным человеком, если не в состоянии бросить курить? И почему курение считается грехом? Ну, общеизвестный факт, что табак в Европу завез Колумб и взял он его у индейцев. А что делали индейцы в то время, когда Колумб ознакомился с табаком? Они применяли табак в качестве кождения идолом. То, что мы в церкви сегодня, Февиама, воскорьем Ладан Богу, то они демоническим силам воскорили вот это вот, вот этого нечего вещества. И поэтому здесь вот есть духовная подоплека этого греха, который заключается вот в этом. И так как табак вызывает привыкание, пристрастие к нему, и, кстати говоря, в Всемирной Организации здравоохранения табак признан наркотиком. Почему это является грехом? Может ли человек себя считать православным, но если он кается и пытается избавиться от этого греха, он, конечно, может считать себя православным, если он таковой и есть. И я хотел для примера привести такой случай из жития преподобного Силуана Афонского, чтобы уже полностью ответить на этот вопрос. Преподобный Силуан Афонский, когда он был в России, однажды, ну, до революции-то было, он сел в купейный вагон и ехал с помещиком, или купцом, точнее, с купцом. И купец открыл серебряный портсигар и предложил ему закурить. Вот отказался бы преподобный Силуан, и на что купец сказал, не потому ли вы, батюшка, отказываетесь, потому что считаете это грехом. А в чем здесь заключается грех? Вот смотрите, я разнервничал и устал, или веду приятную беседу, мы с человеком, я вот его угостил, мы покурили, поговорили, о каких-то вещах, можно сказать, о высоких материях каких-то. На что преподобный Силуан ему ответил, вы пробовали перед тем, как покурить, молиться? Вот прочитайте их, по крайней мере, отче наш. Купец немножко задумался, несколько секунд сказал, не гоже перед курением молиться. И на что ему Силуан ответил, поэтому не надо делать те дела, перед которыми не гоже молиться. Вот такой ответ я хотел бы этому человеку адресовать. В последнее время в моей жизни неприятность следует за неприятностью. Может, Бог меня за что-то наказывает, но близкие мне говорят, тебя сглазили. Действительно, я знаю, что есть люди, которые желают мне зла. Как обезопасить себя от сглаза и порчи? Ну, в общем-то, слово наказание – это научение, если и Господь никого не наказывает. Если наказывает, в смысле научает. То есть он может попустить то или другое действие в отношении нас. Но чем сильны колдуны и чародеи? Они сильны нашими грехами. То есть если мы ведем жизнь более-менее, так сказать, праведную, опираясь на нравственные категории, которые предлагает Церковь и общество, если мы участвуем в церковных таинствах, то тогда, безусловно, нам не страшны никакие ни сглазы, ни порчи, потому что Господь не попустит, чтобы мы им были подвешены. Но если такое происходит, вероятно, Господь как-то предупреждает, что нужно другую жизнь вести, более духовную, более близкую к Богу. Ну, безусловно, уже стоит много труда потом, чтобы, если человек стал одержимым, любезноватым, то стоит много труда, чтобы прийти опять в то состояние, в нормальное состояние человеческое. И нужно себя еще беречь, конечно, безусловно, не посещать ни экстрасенсов, ни колдунов, ни бабок разных, ни вражей каких-то, чтобы добровольно не отдавать свою волю на попрание вот этим вот людям, которые служат демоническим силам. И если, предположим, человек видит, что на его рабочем месте или там под дверью, или каким-то образом появился какой-то предмет посторонний, то прежде всего взять вот эту вещь, необходимо крестным знаменем осенить, смело взять, потом сжечь или бросить в воду. Как толковать слова из молитвы «Отче наш», обращенные к Богу? «И не веди нас в свои искушения». Каким образом Бог может нас искушать? Действительно, Бог искушать человека не может. Молитва «Отче наш», она и заканчивается. «Не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого». И мы можем сами себя искушать своими собственными страстями и немощами. Мы можем… нас могут искушать люди. И искушение – это испытание. Нас могут искушать демонические силы. И когда мы просим Господа, чтобы не вести нас в искушение, мы просим в молитве, чтобы Господь дал нам силы противостоять этому испытанию. Либо, если бы получилось так, что мы все-таки не прошли это искушение, было падение какое-то у нас, то, чтобы оно… Ну, негативные последствия как можно быстрее издавались. Может ли верующий человек быть членом какой-либо политической партии? Ну, если он священнослужитель, то не может. А если просто верующий человек, то пусть решает, как ему подсказывают его совесть и его убеждения. А если человек находится в оппозиции к власти, и, как мы говорили, что все-таки любая власть, она от Бога, это не будет грешно находиться в оппозиции к власти? Ну, если оппозиция бывает конструктивная, причем наша власть не делает только все доброе, да, почему не может находиться? Может, конечно, находиться в оппозиции. В каких-то определенных… И церковь тоже находится иногда в оппозиции, когда вопросы, касается вопросов здравственности или каких-то других церковных каких-то вопросов. Мы же тоже выступаем с какими-то предложениями, заявлениями, допустим, или протестами даже, да, допустим, в отношении действий власти. Вот следующий вопрос. Как правильно относиться к скорбям? Посылаются ли они нам для очищения души? Или скорби в земной жизни человека были, есть и будут всегда? Так как земная жизнь – это всегда труд и лишение, и счастья на земле не достигнуть. Ну, что принимать под счастьем, конечно, каждый, наверное, понимает свое. Скорби – это особый вид любви к Богу, который открывается впоследствии. И правильно относиться к скорбям таким вот образом. Мы не должны просить Бога избавить нас от скорбей, но мы должны просить Бога о том, чтобы Он дал нам терпение и силы перенести скорби. Потому что скорби всегда очищают человека, они выводят его в какую-то новую ступень, они дают ему какое-то опытное знание. Потом действительно на расчастье каждый понимает по-своему. А может быть, человек слишком многого хочет, слишком хочет, как бы, быть счастливым через чужую? Может быть, он и не знает, что то, что считает счастьем, то вовсе ими не является. Тут сложно за него говорить. Может быть, ему этого блага бы и не пошло? Конечно, да, как правило, так оно и бывает. И потом надо еще понимать о том, что Господь каждому дает крест скорби по силам. Вот можно такой пример привести, когда один человек был нищим и очень тяготился этим, и просил, ну, был человеком верующим, он просил Бога в молитве, чтобы Господь дал ему какой-то другой крест. Потому что нищенский крест, ну, унизительный и тяжелый. Значит, и он, однажды после молитвы, он попал в какое-то тонкое забытие такое, попал и видит, что ему явился ангел. И говорит, что Господь твою молитву услышал? Хорошо. И тот крест, который ты сам себе выберешь, тебе понравится, вот тот у тебя и будет. Они завошли в какую-то комнату, где стоят огромное количество крестов. Он начинает перемирять на себя. Один шею трет, другой плечо давит. Один очень длинный, другой очень короткий, неудобный крест. И вот он подобрал, значит, один крест, который, он и не тяжелый, и не легкий, и удобный, и легкий, можно сказать, на спину. И ангел ему говорит, хорошо, теперь поверни крест в другую сторону. Он повернул, там написано, нищета. Вот видите, Господь им молитву услышал крест, который ему влечит сегодня. Сейчас идет полемика, вводить или не вводить смертную казнь. Какой на этот счет мнение церкви? Ну, вопрос смертной казни – это не вопрос церкви, это вопрос государства. Однако, в Ветхом Завете смертная казнь была за некоторые виды тяжких преступлений, и Новый Завет смертную казнь не отменял. Хотя, думаю, что среди иерархов, среди священнослужителей будет разное мнение по этому вопросу. Некоторые считают, что смертная казнь не нужна. Пусть за тяжкие преступления будут длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного. Может быть, человек, есть надежда, человек покается и каким-то образом за свои злодеяния. Но я, например, отношусь к другой части священства, если бы так сказать свое мнение. Я все-таки считаю, что смертная казнь нужна за особо тяжкие преступления. Это, например, терроризм, или повлеченная смерть большого количества людей, или за торговлю наркотиками в особо крупных размерах. Ну, какие-то вот такие. Когда террористы убили императора Александра II, тогда преподобный Авросий, несмотря на его такую любовь к людям, когда встал вопрос, он высказался за смертную казнь террориста, потому что он сказал, что то, что совершено, совершено сверхмерно-человеческой. И для человека, совершив такой грех, лучше быть казненным, нежели помилованным. То есть для его будущей жизни, имеется в виду вечной, для вечности, лучше понести наказание здесь на земле, хотя бы и связанное с лишением жизни, но чтобы уже Господь его помиловал там, нежели его, так сказать, воплечить. Вот я тоже сторонник от этого взгляда. Спасибо, батюшка. Во славу Богу. Пишите батюшке по электронному адресу. Пишите батюшке по электронному адресу.